Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. В этих видео вы можете практиковать свой русский язык, включайте субтитры. Здесь тоже есть где-то субтитры. Я буду рассказывать, как прошел мой месяц, что я делала в прошлом месяце, какие книги я прочитала и так далее. Вы все узнаете. Сегодня мы с вами идем на ярмарку. Эту ярмарку организовывают ребята из России, из Белоруссии, из Украины, и там продают разные традиционные продукты. Там будет творог, квас, что еще, пирожная картошка. Ну, вся традиционная еда, которую я обожаю. Так вот, что я делала в прошлом месяце? Если честно, я думаю, я немного устала. Мне кажется, что мне нужно немного отдохнуть. Ну, и как видите, погода просто превосходная. Погода просто прекрасная. У нас сегодня 30 градусов, солнце, небо синее. Чуть-чуть облачка, но эти облачка нужны только для того, чтобы вот эту прекрасную картину сделать более живой. У нас цветут такие прекрасные цветы, цветы, деревья. Их называют джакаранды. Они такие фиолетовые. Я их никогда в жизни не видела, и здесь очень красиво, в Бонас-Айресе очень красиво, когда цветут эти деревья. Что было в прошлом месяце? Во-первых, у меня была одна такая цель. Я хотела сидеть меньше в социальных сетях. Для этого я купила подписку на один сервис. Он называется Синхронизация, но их много-много разных. И на этом сервисе можно смотреть разные лекции. Лекции и курсы о книгах, кинематографе, истории, философии, ну, и так далее. О разных гуманитарных науках. Поэтому в этом месяце я старалась смотреть и читать что-нибудь такое интересное. Образовывающее. Там есть книжный клуб. И в этом книжном клубе в этом месяце читали книгу Лавр Бодолазкина. Бодолазкин это современный российский писатель. Он кандидат или доктор филологических наук. Ну, то есть очень образованный мужчина, конечно. И этот роман Лавр о средневековой Руси. А точнее, об одном человеке и таком христианском, религиозном мировоззрении. И как главный герой пронес через всю свою жизнь это видение. Эта книга точно не для изучающих русский язык. Ну, конечно, если вы не хотите познать всю тяжесть русского языка. Я вам ее не очень советую, но, так сказать, для кругозора рассказываю. Потом. Потому что сейчас у меня есть эти лекции о кинематографе. Каждый раз, когда я смотрю новый фильм, я смотрю лекцию или вебинар об этом фильме. Так, например, что было? Я смотрела Матрицу. И я люблю Первую Матрицу. Вот, смотрите, Жакаранда. Такие фиолетовые. Это фильм был просто гениальный в своем сюжете, в своей такой квинтэссенции экшена, действия и в какой-то современной философской этике. Может быть, не этике. И потом мы решили посмотреть, конечно, вторую часть. Объясните мне, как произошло? Почему вторая Матрица? Это типичный... Ну, может... Я не досмотрела вторую Матрицу. Может быть, потом там что-то становится интересно. Но мне кажется, что это такой типичный американский блокбастер в самом плохом смысле этого слова. Почему так? Почему так? И, например, что еще смотрели? Я смотрела фильм Хичкока, который называется «Окно во двор». О фотографе, который сломал ногу и смотрит в окно целый день. И там он видит, что произошло убийство или не произошло. В этом и есть этот замысел Хичкока, что ты не знаешь, это было убийство или нет. Так вот, мне этот фильм тоже очень понравился. И сравнивая американский кинематограф, например, Хичкок или Матрица, и сравнивая это с советским кинематографом, потому что со своими студентами я в этом месяце посмотрела того самого Ментгаузена и посмотрела постановку «Вишневый сад». Так вот, мне кажется, что раньше, в советское время, в советском кинематографе важно было показать... Они думали, что кино – это как постановка в театре. И я думаю, что не очень пользовались всеми средствами языка кино. Я не говорю, например, о Тарковском. Я считаю, что Тарковский – это гениальный режиссер. Если вы смотрели Тарковского, вы меня понимаете. Вот видите, я иду, и вот эти фиолетовые деревья, сиреневые деревья. Так красиво. Так вот, я думаю, вы меня понимаете, если вы смотрели Тарковского. Кстати, мой любимый фильм Тарковского – это Андрей Рублев, тоже про средневековую Русь. Прямо как книга, которую я читала в этом месяце. Так вот, мне кажется, что я увидела эту разницу между американским кинематографом, советским кинематографом. И, да, так, вот я оккультурилась немного, стала более образованным человеком, более культурным человеком. Еще в этом месяце так получилось, что я увиделась со многими друзьями, и многим моим знакомым, друзьям нужна была какая-то, ну ладно, не помощь. Один друг переезжал в новую квартиру, и мы собирали все его вещи и перевозили в новое место. Потом моя хорошая знакомая сломала ногу, и у нее очень-очень-очень тяжелый перелом. Она каталась на велосипеде и очень неудачно затормозила, она встала на ногу и сломала колено. Ужас! Просто на ровном месте, можно сказать. Поэтому она не могла вообще двигаться, она не могла ходить, и она лежала, и, конечно, ей нужно было много помощи, чтобы помочь вообще с обычной жизнью, с ежедневными задачами. Но два дня назад ей сделали операцию, и все будет хорошо, можете не переживать. Кстати, мы уже почти подошли, мы уже почти подходим к ярмарке. Что еще я делала в прошлом месяце? А, я открыла для себя новые уровни кухонного рабства, потому что мы купили мультиварку. Я уже раньше делала йогурт дома, сейчас я могу делать йогурт больше, эффективнее. Я готовлю дома хлеб, я готовлю дома квашеную капусту, потом йогурт, творог, сыр. Я еще спрашиваю себя, ой, интересно, почему я такая уставшая? Может быть, поэтому? Может быть, потому что я готовлю вообще все? Ну, нет, конечно, не все. Посмотрите просто. Вживую это выглядит в 20 раз красивее. Вот уже слышно музыку, мы подходим. Давайте сделаем так. Я вас проведу по этой ярмарке и покажу, что там продается. Я думаю, там будет очень-очень громко. Все будут говорить на русском, поэтому я просто все сниму, вам покажу, а потом я уже сниму, что я купила. Окей? Все. Давайте, до встречи через 2 секунды. Здрасте. 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 Можно просто купить? Можно, можно. Это же практически, конечно. Только что сделала. Ты слушай просто. Да. Я построила песнюю. Пап exciting. Мне кажется, что это немного конτラайте. Тысы, велел? Яemu знаю, просто не straightforward. Я accomp�ался с камoughs. И это неправда. Знаете, что ещё один приз Rod. Да, яastaある。 Мусье с камней. — О Fields光 звук и занятия два картона, У меня сейчас всегда выбрал с камに планет, и похоже на запутствие к diffusion, ну что друзья я иду домой у меня улов небольшой я купила квас я люблю квас хотя раньше я не любила квас но здесь я люблю квас и еще я купила немного косметики вот пакет и что у меня в этом пакете это гель для лица это мыло для лица и скраб скраб для тела в принципе это все я встретилась с друзьями конечно как обычно я ничего не снимала простите пожалуйста я не блогер но поверьте мне я отлично провела время надеюсь что у вас сегодня тоже будет прекрасный день а мы с вами встретимся очень скоро всем пока